Эти два дня кровопролития остались позади, однако в связи с обстоятельствами гуманитарная помощь боткенцам все еще необходима. В том числе и тем, кто сейчас находится в больнице. Сегодня в Моницето получают лечение 29 пострадавших. Махсад Дайканов помогает раненым, чем может, в частности, вещами, лекарствами и всем необходимым. Мы сегодня прибыли в наши городские больницы, чтобы посетить наших людей, которые пострадали, получили ранения. И здесь мы нашли 29 наших земляков своих и хотим оказать посильную помощь и решить все их проблемы. Эвакуированным, которые сейчас расположены в школах из Фаны, гуманитарную помощь отправляет и республиканский штаб добра. Помощь боткену здесь собирают все самое необходимое людям. Это одежда, продукты, средства личной гигиены и многое другое. Отметим, весь груз был собран благодаря простым гражданам, которые оказывают немалую поддержку своим соотечественникам. Ежечасно, ежеминутно люди сами приходят, привозят помощь. Надо сказать, что 19 тысяч детей на сегодня находятся в эвакуации. Детям нужна первая необходимость. Это детское питание, это памперсы, гигиенические средства, одежда детям. Они выбежали из дома, в чем есть. Поэтому нужна помощь, продуктовая помощь, чтобы готовить горячую еду. На сегодняшний день республиканский штаб отправил в боткен уже три фуры с грузом по 20 тонн каждая. Граждане, которые хотят помочь, могут позвонить по короткому номеру 1227, где получат полную информацию о необходимых вещах, в которых сейчас нуждаются пострадавшие. После наполнения фура отправляется в боткен в сопровождении МЧС. Они сами довозят до боткена и там по нуждам распределяют. Наша задача в основном собрать гуманитарную помощь и отправить. И сейчас задействовано очень много волонтеров, которым я хочу особенно отметить, поблагодарить всех за отсывчивость. Каждый днем и ночью здесь курируют, днем и ночью мы по сменам работаем. А это очередные фуры, которые готовятся к отправке в Боткенскую область. Жители Бишкека, которые приносят гуманитарную помощь, говорят, что свой вклад добра должен сделать каждый неравнодушный. Тем более сейчас идет священный месяц Рамазан. Продукты, макаронные изделия, чай, плюс масло растительное, плюс одежду для детям и подросткам, плюс еще мыло и тому подобное. То есть это малая часть, которую еще нужно нести. К сожалению, сейчас я считаю, что объем на сегодняшний день еще требуется помощи, поэтому каждый гражданин, призываю к ответственности, отзывчивости, может нести свой небольшой вклад. Все отправляем в Боткенскую область, в основном в Лялякский район. Пострадавшие, в связи с таким случаем, пострадавшим людям отправляем. Самые необходимые средства отправляем. Мы сейчас отправили. Вчера около 10 машин отправили. До этого еще мы сегодня утром одну машину отправили. Сейчас еще два машины будем отправлять. По всей столице были развернуты пункты приема гумпомощи. Одним из них является и общественное движение «Наш Бишкек». Они сами выезжают к домам желающих оказать поддержку и забирают груз. После распределяют все на складе и подготавливают к отправке. На сегодняшний день, на 2 мая, мы уже отправили две машины вчера, утром и вечером. В сумме, если брать, наличными деньгами в районе 200 тысяч уже ушло на две машины и около 500 килограмм в виде пожертвований от горожан. И на сегодня тоже мы сегодня к вечеру готовим еще одну машину. Напомним, из-за конфликта, который произошел в приграничных районах, были эвакуированы более 30 тысяч человек, в их числе 19 тысяч детей. Прием гуманитарной помощи проходит ежедневно с 9 часов утра и до 12 часов ночи.